Прыжки в высоту на лошадях – это и есть конкурс, успех которым обеспечен, если оба партнера подготовлены физически, имеют отличную координацию и понимают друг друга без слов. Кобыле экзотики подстраиваться пришлось сразу под двух наездниц тезок, но победу удалось принести лишь одной – Алине Улесковой. Она призналась, эта подруга по команде помогла ей выиграть. Алина, она меня сильнее, как спортсмен. И тренер решил, что нужно ехать ей первой. Если бы моя подруга Алина проехала первым номером, то я бы не так была уверена в этой лошади. Но бежать вторую свою хозяйку Алину Абрамову экзотика и не думала. Как раз для нее готовила победу в стремительном охотничьем конкуре. В нем пара участвовала уже второй раз. В охотничьем конкуре препятствия состоят не как из жерди, просто в обычном конкуре, а из веток, сена. И некоторые лошади пугаются. Конечно, если лошадь, ну видно, что лошадь боится какого-то предмета, мы, конечно, приучаем лошадей, подводим. Они не уходят предметы, потом более-менее привыкают и все. Закидка или неповиновение лошади в этой дисциплине плюс штрафные секунды ко времени наездника. На этих соревнованиях их добавили практически всем участникам. Всему виной поле. Грунт такой, что дерн трава смешан с песком. Причем песок очень вязкий. И лошади очень сложно. То есть она по ощущениям каждый раз у нее меняется. Прыжок с одного грунта на другой, крутой поворот. Плюс сейчас подсохло, а начало конкура было довольно еще даже скользкий грунт. Участие в классическом конкуре приняли 15 дуэтов. В охотничьем 10. Среди них воспитанники клуба «Адмирал», «Алюр», а также частные коневладельцы. Еще больше участников, в том числе из Хабаровской приморья, ждут на Кубке губернатора. Бороться за него наездники будут 1 и 2 октября в клубе «Алюр». Кубке губернатора. Кубке губернатор.